Макрон о цели Израиля – уничтожение Хамаса чревато десятилетиям войны. Цель Израиля – уничтожить палестинское террористическое движение Хамас, рискует развязать десятилетнюю войну, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК Украина со ссылкой на 24 Ньюс. Он заявил, что достижение цели – уничтожение Хамас – будет означать, что война продлится 10 лет, поэтому эта цель должна быть прояснена, добавил президент. Макрон также призвал активизировать усилия по достижению прочного прекращения огня в секторе Газа на следующий день после того, как возобновились бои между Израилем и боевиками Хамас после истечения срока перемирия. Эта ситуация требует активизации усилий для достижения прочного прекращения огня, освобождения всех заложников, удерживаемых Хамасом, предоставления более срочной помощи в Газу и обеспечения безопасности Израиля, сказал он, война в Израиле. 7 октября боевики Хамаса атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на секторе Газа. 24 ноября между Израилем и Хамасом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на 4 дня, однако решили продлить его еще на 2 дня с условием, что боевики освободят больше заложников. 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что Хамас нарушил условия перемирия, по данным The Times of Israel. Иерусалим планирует в будущем начать охоту на предводителей Хамаса по всему миру. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.